Всем привет на канале Удачный. Сегодня у нас с вами вот такой вот будет маленький экстренный выпуск новостей. Сегодня 31 мая 2024 года в городе Манхайм, сегодня в 11.35 было совершено нападение с целью убийства на немецкого политика Михаэля Штюрсенбергера, представителя ультраправых, основателя группы ПАКС Европа, со стороны радикального исламиста. Вот посмотрите на фотографии. Вполне нормальный молодой человек, 25 лет возраста. Может быть еще сегодня с кем-то он общался, может быть у него есть друзья среди русскоговорящих, немецкоговорящих. Ну вот такое вот случилось дело. Город Манхайм, городская площадь, собирается акция агитации со стороны политика Михаэля Штюрсенбергера, ультраправого, противника исламизации страны. Его помощники разворачивают аппаратуру, развешивают рекламные плакаты и тут совершается нападение. Вот этот вот исламист, радикальный исламист набрасывается на политика и режет ему лицо ножом. Глубокая ножевая рана. Помощники этого политика пытаются успокоить этого нападающего и как-то его нейтрализовать. В результате чего один из помощников получает серьезные ножевые ранения. Далее этот исламист набрасывается опять же на этого политика и режет ему бедро. Глубокое ножевое ранение. В это дело тут же вписывается полиция. Они не успевают даже подойти близко к этому исламисту. Он набрасывается на одного полицейского и наносит ножевое ранение этому полицейскому. Следующий полицейский, коллега вот этого полицейского просто-напросто открывает огонь на поражение. Действует согласно закону и инструкциям. Убили его этого исламиста или нет, ни телеканалы, ни интернет-порталы об этом не говорят. Просто сказано, что они выстрелили и он упал. Нанесли ему пока тяжелое пулевое ранение. Значит, что будет с этим радикальным исламистом? Решать будет уже прокуратура и, естественно, сами криминалисты. Потому что если он приехал сюда по статусу беженца из какой-либо страны, в его случае, в лучшем случае для него, будет депортация из Германии. В худшем случае для него он получит как минимум лет 10-15, а то и 20 за нанесение тяжких телесных повреждений при помощи холодного оружия не только политику, но его помощникам, а также сотруднику полиции, сотруднику правоохранительных органов. Сейчас для тех людей, которые считают, что я несу чушь, что я обманываю или говорю ложь, специально для этих людей, я говорю, вы и дальше будете защищать вот этих вот радикальных исламистов, палестинцев и так далее, которые приезжают сюда в Германию, бегают со своими флагами, бегают с ножами в карманах, в руках и угрожают жизни простых людей, простого населения. Вы будете и дальше кричать, что это безобидные мирные люди, которых все во всем мире уничтожают, или вы все-таки отдумаетесь и начнете более-менее смотреть по сторонам, когда вы идете по улице, кто идет рядом с вами и хочет ли он на вас напасть. Вот вам, пожалуйста, если вас не устраивает этот политик, если вас не устраивает партия и программа той партии, которая сегодня находится у власти, зачем же его избивать, зачем его пытаться убить? Идите на выборы, идите на выборы и выбирайте тех, кого вы считаете достойным. И выиграет тот, кто набрал больше голосов. Но не вот этих вот уродов, которые режут людей на улицах. За этих уродов даже говорить не стоит. Это не люди, это не люди, они не имеют никакого права жить среди нормальных людей в нормальном обществе. И если этого исламиста посадят на хороший тюремный срок за решетку, лично я, лично я буду доволен. Буду доволен тем, что справедливость все-таки еще существует. Ну что ж, в любом случае, в любом случае, неважно, политик это ультраправый или левый, или центровой, как они там в Бундестаге себя называют, или светофорный, в любом случае Михаэлю Штюрценбергеру и его родным сил, здоровья, самому политику поскорее оклематься и вновь выйти на политическую трибуну. Я думал, что сегодня будет обычный день, но нет. Я думал, что политика, вот именно вот сама тема вот того исламиста из Палестины, который уничтожил людей в поезде и попал на подвысшую меру наказания здесь, в Германии, я думал, что тема вот этих вот ножевых нападений у меня на канале прекратится со временем. Но нет, нет, нет. Итак, сегодня, не забудьте, 31 мая 2024 года в городе Манхайм на городской площади было совершено ножевое нападение с целью убить немецкого политика со стороны радикального исламиста. А вы еще и дальше продолжаете кричать, что я обманываю, что исламисты, они хорошие и правильные. Ну что ж, живите, но не забывайте оглядываться, потому что они ходят вокруг нас. Всем удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok